Пишем. Хорошо думал. Все? Прекрасно. Ну, рассказывай, как дошел до жизни. Ну, точнее, смотри, насколько вот я помню. Ты поступил на ВКСР, и дальше ты закончил, а что вот было дальше, я не знаю. И, собственно, когда ты решил снимать кино, и как бы, как ты на это кино не скребал денег? Да, я долгое время был журналистом, то есть 12 лет я был журналистом. Я был и в Южной Осетии там на войне, и в эфире очень много работал, и в Москве работал. Потом в какой-то момент меня переключило в силу каких-то профессиональных, видимо, уже выросших дефектов. Мне все надоело, я все бросил и пошел в кино. Я не учился в ВКСР, не во ВГИКе, я учился в школе кино при высшей школе экономики, это мастерская фенчника. Но так как все преподаватели были или из ВГИКа, или из ВКСР. В общем, мне там было комфортно, и всего год была учеба. Ну, как бы всему меня, каким-то азам меня научили. Ну, и я учился, в общем, с отдачей, и выполнял все задания, и так далее. А когда ты выучился на режиссеру, собственно, надо снимать, да? Просто профессия режиссера такая штука, что если ты снимаешь, ты режиссер. Если не снимаешь, то кто угодно, но не режиссер, да? И фенченко, в общем, с таким достаточно конкретным подходом к кино, к мастерству кино, он тоже как-то психологически на это настраивал нас. Вот. Я же снял первый фильм, короткометражный, дипломный и дебютный. Первый фильм, 15-минутный, на такую национальную тематику, достаточно жесткую и актуальную тему. Там в центре фильма, в центре повествования была история, которая происходила во время событий на Манежной площади с националистами. Там такой очень мощный, достаточно конфликт. И эта короткометражка очень успешно пошла. На ММКФ ее показывали, она взяла главный приз в номинации политического кино в Западной Вирджинии. Это такой всемирный фестиваль. И отобрали конечную остановку из десятков тысяч фильмов. Как-то пошло. Потом на Святую Аню мне диплом там вручил Лунгин и так далее. А параллельно вот с развитием судьбы конечной остановки я же работал год или даже полтора в большом кино, скажем так. Я работал вторым режиссером у Николая Хомерики, нашего Каннского лауреата. Мы снимали 12-серийный художественный фильм для первого канала. Вот буквально сейчас он идет в Украине на Интере и совсем скоро должен буквально в ноябре пойти на первом канале. И после того, как я снял этот фильм, я понял, что мне нужно снимать второй фильм художественно-игровой. И, собственно, этим фильмом стал фильм 1210, который сейчас выходит в прокат. Мы где мы брали деньги? Ну, я так скажу об одной такой хитрости. В качестве рекламного маркетингового хода мы используем такой как бы слоган, что и это правда, кстати, что впервые в России в прокат выходит фильм, снятый на деньги интернета. И абсолютно правда в том, что это впервые. Я даже советовал с киношниками очень эрудированными. Они говорят, да, такого не было. Есть такое понятие каутфандинг, по-моему, я правильно это назвал. Сбор средств народа на кино. И сейчас этим все болеют. Это очень модная фишка. Пока она не работает в России, появляются постоянно сайты, но в России не работает, за рубежом работает хорошо. И у нас как бы на волне вот этой моды очень модное такое словечко, очень популярное. Понятно, что все авторы хотят, чтобы им срочно дали денег, чтобы они что-то сняли. На самом деле эти 20 тысяч долларов, которые я потратил на этот фильм, конечно, это мизерная сумма, но тем не менее это мои деньги. То есть эти деньги как раз я и заработал в кино, когда там полтора года работал, три страны, 15 городов, очень тяжелая у меня была должность второго режиссера на таком огромном проекте. Там три времени исторических и так далее. И в общем-то вот все это заработано, я, ну, грубо говоря, так говоря, по-честному, я накопил. Накопил и вложил. Но я еще так обычно стебусь, что мне 33 года и в моем возрасте мои сверстники, друзья, ровесники, они уже, ну, как-то достаточно опыта и мозгов и проживания в столице, чтобы что-то начать зарабатывать. То есть если тебе за 30, ты живешь в столице, ты молодой парень, как-то, ну, ты точно что-то зарабатываешь. У меня друзья покупают машин, Ауди, А8 покупают, значит, берут в ипотеку квартиры, рожают детей, там, вторых, третьих, первые-то у меня есть и как-то вкладывают в свою жизнь. У меня так получилось, что я вложил в свое кино и, наверное, в большей степени даже не в себя все-таки, а в свой фильм. Вот. А, значит, интернет мне помог 80 тысяч рублей ровно. Я собрал в интернете за несколько дней буквально. Это мне давали деньги друзья. То есть, был Яндекс кошелек, мы запустили пост. Очень интересно, что, например, суммы были разными, от полтора гривен, пришедших с Украины, до 400 евро, которые дала там знакомый человек. Многие давали деньги даже не видя фильм, не глядя там даже съемки, давали деньги, говорит, Сеня, мы тебя знаем давно, ты как бы потратишь с умом. Как-то они наблюдали меня долгое время в соцсетях и мне доверились в этом плане. Это очень приятно. Очень быстро. Причем, вот богатые друзья у меня есть, богатые друзья, там директора, какие-то пафосные. В основном, там 99% за исключением пару человек не дали ни копейки. Это очень забавно, просто ни копейки. Но там моя знакомая, женщина, девушка, которая растит сама ребенка и работает в детском саду в отдаленном регионе России, она прислала там 6 тысяч. Это было ее, ее, значит, деньги на черный день. Да, девчонка, там 22 года, которая зарплата 30 тысяч рублей, она там дала 5. Вот. А на белом Лексусе друг сказал, знаешь, старик, потратил все, купил еще одну машину, надо же, две машины. Вторая машина должна быть в доме, поэтому никак не могу сейчас. Вот. Забавно еще то, что, например, сейчас очень активен и популярен Facebook, все туда перетекают. Вот в Facebook по-моему, тысячу рублей дали из 80. А выросла, выручила в основном старая добрая ЖЖ, которая как бы умерла, там, комменты не ходят, досит, лайков нет, ну, то есть, беда вообще. Но в ЖЖ люди абсолютно оказались другие вместо лайков, то есть, в Facebook там пишут, собираем деньги, тебе все лайкают, никто не присылает. В ЖЖ никто не лайкает, все дают деньги. Причем, я там не какой-нибудь пятитысячник, у меня там всего полторы тысячи друзей. И вот мы собрали, и эта сумма, может быть, и небольшая, но два момента. Первое, я не просил больше, второе, нам надо было собрать быстро, а третий момент очень важный, что эти 80 тысяч, они нас спасли, потому что это как раз стоимость звукового оформления фильма, вот, на который я договорился, и, в общем, эта сумма небольшая, но очень нужная. Поэтому фраза о том, что это первый фильм, который снят на деньги интернета, она частично, абсолютно верна. Сейчас внимание вопроса. А ты не думал пойти куда-нибудь, вот, ну, соответственно, как делать все остальные, и, соответственно, обратиться там в фонд кино, обратиться там, не знаю, ну, не знаю, в крупном, да, 10 вот мейджорам, там, 8, сколько там их там определено на этот год, да, то есть прийти к ним с идеей сценария и сказать о том, что вот, смотрите, что я придумал, давайте день к мне. Я отвечу очень просто и, как бы, такой вопрос, он действительно очевиден и правилен. Просто я, опять же, как человек опытный и знающий этих мейджоров и так далее, я абсолютно точно понимаю сейчас то, что если бы я тогда пошел к ним, я бы ходил до сих пор со сценарием, значит, такой оплеванный, уже, наверное, плешь бы уже проросла, уже как-то осанка была, я бы ходил по этим продюсерам, мейджорам, я бы сидел бы у них в приемных, мой сценарий там выкидывали, я бы доставал его из ведра и снова кому-то навязывал. Я не хочу этим заниматься. Не потому, что я такой гордый и такой пафосный чувак, а потому, что время-то уходит. У нас у всех очень мало времени и мне очень хотелось, чтобы этот фильм был. Именно потому, что я никому тогда не пошел, в принципе, понимая, что вероятность того, что мне дадут деньги, на кино, мне, который не кто в кино, который начинающий парень, которого нет, на дебют очень сложно взять, у которого нет связей, у которого фамилия не одинакова с фамилиями известных в России режиссеров советского поколения, что вероятность того, что мне дадут деньги, она очень мала. И сейчас, осенью 2012 года, только благодаря тому, что я туда к ним не пошел, у меня есть фильм, а не стоптанные третья пара обуви, совершенно бесполезно. Причем, и даже там прокат, что фильм выйдет в прокат, стало некоторой неожиданностью для меня. И то, что в 20 городах показывают, в Киеве, в Украине, в Днепропетровске, где только не будет. Фильм, это только начало. Нам до сих пор обращаются люди, в Новосибирске его показывали. Для меня это все как бы такая новость. Но даже вне зависимости от вот этого уже дальнейшего эффекта, у меня есть фильм, который я хотел снять, и который я снял. А продюсеры, не знаю. Сейчас кинокритик Сергей Кудрявцев написал статью очень хорошую про фильм и заглавил ее. Государству должно быть стыдно, что как бы не дали деньги. Потому что, например, Духлес, там дает деньги государству. А фильм, который, в общем-то, про нас, который, в общем-то, нужен, там деньги не дали. И мне, конечно, может сейчас чиновник какой-нибудь сказать, а что ж ты не попросил? Мы же все прекрасно понимаем. Никто бы ничего не дал. Даже, вот, даже три раза мне обещали дать 10 тысяч долларов на этот фильм, там, что-то за два месяца. Я говорил, да, спасибо, вот вам презентация, вам это, у нас все документы, все. Ну, и как бы глухо. Я знаю, что так бы и было. Хорошо, а вот у тебя есть там однокурсники, однокрупники, не знаю, как там это называется, одношкольники, а у них как дела? А у них никак, никак, да? Нет, ну да, то есть, мы же, опять же, понимаем, что целая огромная армия сценаристов и режиссеров молодых, да, она стоит под окнами вот таких компаний, там, больших продюсеров, да, к которым я очень уважительно, кстати, отношусь, она стоит под их окнами и как бы ждет, да, и понятно, что из них выстреливают единицы, абсолютно вот единицы, вот, и поэтому, к сожалению, большинство моих друзей, там, в худшем варианте, ну, большинство моих друзей неудачников, они ничего не делают, они как бы что-то ждут или снимают рекламу, а другое большинство моих друзей, удачников, они тоже, как я, не оглядываясь ни на кого, снимают, короткий метр, не короткий, но снимают, да, они иногда, там, где-то ждут денег, какие-то программы, там, фестивали, где-то что-то можно выцегонить, но в основном снимают на свои деньги, берут там у папы, у мамы, я не знаю, там, у кого угодно, но снимают, ну, вот. Дальнейшая судьба фильма, вот смотри, сегодня премьера, ты сказал, что много городов, я еще вам сколько-то не сказал, вот, и в дальнейшем, ну, и дальнейшая судьба какая-то, кинофестивали, или там, или я не знаю, что, или в конце концов, если там, ну, в общем, отобьются ли у тебя вообще эти деньги или не отобьются, ты вообще внутренне готов к тому, что они, ну, я думаю, что ты, наверное, готов к тому, что они не отобьются, но все-таки, то есть, удастся тебе хоть что-нибудь этим заработать или нет? Да, городов изначально было 15, сейчас уже 20, постоянно это количество меняется, я называю разные цифры в районе двух десятков. Вот, сейчас, ну, все, что будет, все наше, мы посылаем фильм активно на фестивали, в июле только его закончили, и только началась фестивальная история, мы его уже заведели в прокат, как бы не стали ждать, фестивали, потому что фестивальная история, если фильм специально не снимался для фестиваля, как это сейчас у нас модно делать с авторским кино, он может по ним ездить очень долго, как конечный остановок ездил полтора года, поэтому мы одновременно все сделали, я думаю, дальнейшая судьба, надеюсь, фестивальная, после проката это будут тоже показы, 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 и надеюсь, их будет больше, и в итоге мы как-то так охватим достаточно большое количество городов, все, что будет, все будет наше, дальнейшая судьба, я надеюсь, фильм будет жить, постоянно где-то показываться, в Москве, какие-то показы, и так далее, его же там, какие-то оценки уже есть ему, это очень приятно, очень много положительных оценок, будет жить, как любой фильм, как книга, по поводу денег, я изначально знал, что я ничего не заработаю, и очень часто в истории с этим фильмом, я намеренно отказываюсь вообще от денег, ну, объяснил, то есть, например, там, в каком-то регионе, говорит, Арсений, мы возьмем фильм, у нас есть там зал, сколько билетов, я говорю, давайте сделаем бесплатно билеты, да, потому что, ну, если ты начал в эту историю играть, во-первых, глупо что-то ждать, а во-вторых, если уж ты ничего не ждал, если речь идет, там, о пяти тысячах, заработка за показ, или там, о трех, ну, тогда зачем вообще об этом говорить, да, я не дурак, вроде пока здоровье и сила есть, я заработаю тебе три тысячи в Москве каким-то там другим трудом, а чтобы обдирать кого-то там, просить в не самом богатом, мягко говоря, регионе, вот, хотят прийти там какие-то пожилые люди, студенты, для них 150 рублей это много, я вложил уже в этот фильм 600 тысяч, мне отбивать из них 20, ну, как-то глупо, поэтому, я понимаю, что я ничего не отобью, я, более того, иду на, и иногда даже прошу кинотеатры не мешать финансовой истории, вот сегодня примера бесплатный вход, в факеле бесплатный вход, в Мозкино пошло навстречу, это кинотеатры пошли навстречу, было в Питере бесплатный вход, в принципе, практически везде у нас вход бесплатный, иногда только если, тут же еще есть проблема, да, у нас же нет рекламного бюджета, фильм-то мы сняли, а рекламного бюджета нет, и зрителей оповестить, дать рекламу, это очень дорого, что-то делаем на свои деньги, делаем там флайеры, да, в сети подняли все на уши, сделали очень хороший сайт бесплатно, но это имеет очень ограниченный эффект, и потом, тем более, что у нас очень узкая аудитория авторского кино, да, это какие-то думающие люди, киноманы, те, кто читает книжки, а как бы такая группа таргетинговая очень узкая, и попасть прямо в нее без денег, это очень сложно, поэтому вот с деньгами я очень просто был готов к тому, что я их не верну. Хорошо, а дальше-то что будет? Ну вот смотри, вот твоя большая первая самостоятельная работа, ну, то есть, соответственно, фильм будет жить, а тебе тоже захочется что-нибудь делать в дальнейшем, да, то есть, и как ты будешь делать что-то в дальнейшем? Ну, я уже сейчас у меня в монтаже, как бы третий фильм уже такой, а дальше все просто, я буду работать, как работал, да, а что касается кино, я думаю, что я, наверное, в большей, ну, то есть, я буду, я не скажу, что я там всех послал нафиг, я такой крутой, нет, я жду тоже продюсеров, я жду шанса там получить финансирование на свою картину, я пишу, без каких-либо перерывов, я пишу там сценарии, полнометражных работ у меня несколько есть, конечно, я хочу получить 4 миллиона долларов от Сильянова и снять большое, как бы, кино, которое выйдет в прокат, конечно, я этого хочу, конечно, я ищу эти возможности, но параллельно, чтобы не терять форму, чтобы не терять мастерство, молодость, голову и так далее, я все равно буду снимать кино, полнометражное, среднеметражное, короткометражное, или трехминутный фильм на Ютьюбе, я все равно буду снимать, потому что для меня снимать, это некое самовыражение, накопление опыта, ну, и как бы суть, суть моя творческая, поэтому... Если не спросить, а деньги-то ты чем зарабатываешь? Ну, вот просто вот на жизнь. Ну, я как бывший журналист, какие-то есть заказы именно по журналистскому профилю, это статьи, это какой-то, это копирайт, как там пиарщик, политтехнолог я зарабатываю, там могу и в плане консультаций, и работы, потом есть направление, мы делаем, компанией, видеокомпанией на Ютьюбе, вот такое новое направление, продвижение в интернете, в том числе экономика, политика. Как режиссер снимаю рекламу, телерекламу снимаю, рекламные ролики, вот буквально вот сегодня мы делаем один из роликов, я постоянно на связи, постоянно в компьютере и так далее. Вот, то есть, как бы в какой-то момент, вот, с выходом конечной остановки, даже в плане заработка, профессиональная деятельность, которую я зарабатываю, я из журналиста перешел в режиссеры, сейчас больше режиссерских показов. Я пишу тоже сценарии на заказ, в том числе художественных фильмов, сценарии рекламы. Ну, это то самое мастерство, которому ты научился, которое ты все поддерживаешь, и которое тебя еще и кормит. Красненько, перебивочки. Да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова